Добрый вечер с новостями к этому часу Алия Абитова, коротко о главных событиях дня. Вопиющий инцидент в детсаду Жаркента воспитатели избивали и душили малышей. Мужчина скончался в самолете, летевшем из Костана и Валматы. Подробности в выпуске. Задыхаются в собственных домах жители села Панфилова Алматинской области, по чьей вине улицы заполонил запах экстремента. Жители области Улытау влезли в миллионные долги за мошенников. Как теперь возвращать потерянные деньги? В Жаркенте разразился громкий скандал вокруг детского сада. Воспитатели одного из дошкольных учреждений били и душили малышей. Их жестокое обращение с детьми попало на камеру видеонаблюдения. В полиции уже начали расследование в отношении сотрудников детсада, которых уволили после инцидента. Подробности расскажет Айдана Нураш. Не прошел и месяц, как Гульнас Шаймерденова отдала свою двухлетнюю дочь в детский сад. Но случившийся с ее чадом инцидент поверг женщину в шок. По ее словам, два дня назад она заметила ссадины на теле ребенка. Стревожившись увиденным, женщина обратилась в дошкольное учреждение. Чутье матери не обмануло. После увиденного из записи камер видеонаблюдения она долгое время не могла прийти в себя. Грубо дергали за волосы, насильно кормили ее. Есть момент, где ребенка швырнули на кровать. Она начала плакать после этого. Вместо того, чтобы успокоить, воспитатели начали душить и бить мою дочь. Еще одно видео жестокого обращения с детьми распространилось в соцсетях. По словам одной из мам, сотрудники учреждения унижали ее сына за то, что тот отказывался идти в туалет. Родители просят строгого наказания. Он плачет ночами, боится, когда кто-то разговаривает с ним. Возможно, у него психологическая травма. Моего сына били по лицу, по голове и даже по половым органам. Мой сын получил шок. Он плачет, говорит, не хочет идти в детский сад. Прошу, чтобы те, кто жестоко обращался с моим ребенком, были строго наказаны. Частный детский сад открылся всего полгода назад. Известно, что одна из воспитательниц, многодетная мама, имеет более 10 лет опыта с детьми. 42-летняя женщина работала здесь с февраля. После случившегося все работники учреждения, имевшие отношение к страшному инциденту, были уволены. Мы не могли знать о том, что происходит в детских садах, так как до 2023 года действовал мораторий. Соответственно, у нас не было прав проводить проверки без поступления каких-либо жалоб. Мы могли только предоставлять методическую помощь, организовывать курсы и обучающие семинары. В областном департаменте полиции начали досудебное расследование. Если их вина будет доказана, то бывшим воспитателям грозит уголовная ответственность. Айдана Нураш, Мирверт Мурат Казэ, Мирас Анитов, телеканал Алматы, область ЖТСУ. Мужчина скончался в самолете, следовавшем из Костаная в Алматы. По информации перевозчика, пассажиру стало плохо после взлета. Бортпроводники пытались ему помочь, согласно инструкциям. На борту оказался врач, который провел сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора. Однако спасти мужчину не удалось. По решению командира, самолет совершил экстренную посадку в Астане. В аэропорту столицы врач констатировал смерть. Авиакомпания выразила соболезнования родным и близким погибшего. Жители села Панфилово в Алматинской области утверждают, что местная птицефабрика душит их невыносимым запахом и вываливает птичий помет на поле, расположенное неподалеку от их домов. По их словам, запах экскрементов заполонил улицы и уже въелся в одежду и мебель. Сельчане жалуются, что в жаркую погоду им приходится закрывать окна, чтобы хоть как-то спастись от зловония. Однако у ответственных за сброс отходов свое мнение на этот счет. Айда Имманали продолжит с места событий. Жители села Панфилово вынуждены все время держать окна закрытыми. А все из-за зловония, которая исходит неподалеку. По их словам, запах настолько сильный, что впитывается даже в одежду, мебель и продукты. И продолжается это уже больше недели. Как вечер, все прячемся дома, окна закрываем, двери закрываем, духота, белье, продукты, все заносим. Вчера вот осталось там хлеба, в целлофане было, вечером дети начались, и то, говорит, вот этот запах впитался в этот хлеб. Как мы можем видеть, полигон растянулся на несколько километров вокруг. По словам сельчан, сюда сбрасывают экскременты с птицефабрики. И запах от них заполонил не только улицы и дворы, но даже дома. Честно сказать, мне самой неприятно здесь находиться и вдыхать его. Запах и правда ужасный. Местные жители боятся, что такая антисанитария может угрожать их здоровью или даже вызвать вспышку заболевания. Сельчане уверены, что сюда сбрасывают далеко не птичий помет. Я считаю, что это 100% экскременты свиньи. Мне уже 50, и я уверен в своем выводе. Но невыносимая вонь. Соседи говорят, что вот даже дети уже начали болеть. Местные администрации заявили, что о проблеме знают. Но предпринять какие-либо меры могут только после проверки. Мы засняли все это на видео и сделали предупреждение владельцу. Направили письмо в отдел экологии и в отдел сельского хозяйства. Они назначат соответствующие экспертизы. Если мы увидим нарушение, то только тогда будем предпринимать какие-либо меры. Ответственно заслужившуюся ситуацию предприниматель, который выращивает кукурузу. По его словам, птичий помет улучшает биологическую активность грунта, а также способствует повышению урожайности. «Свининый навоз, говорят. Мы этим никак, потому что его нигде не возьмем, и нам этого не надо. Мы берем этот помет в Комсомоле, куриный помет, чтобы дать удобрение, чтобы что-то вырасти. Здесь 15 лет ничего не давали, но это хватает на 5 лет». Предприниматель заверил, что уже сегодня вечером поле перепаршат и избавит жителей от неприятного запаха. Однако на то, чтобы он полностью вывотрился из домов, понадобится еще не одна неделя, сетуют сельчане. Аиды Моналис, Агнгалиму Найтпасов, телеканал Аматы. Громкий скандал вокруг очередного долгостроя разгорается в Ак-Тубе. С просьбой о помощи на этот раз выступили свыше 100 дольщиков, вложивших деньги в покупку элитных апартаментов. По их словам, жилой комплекс застройщик обещал сдать еще два года назад, однако по факту на месте полностью приостановлены строительные работы. Почему владельцы стройкомпании, которым покупатели успели перевезти почти полтора миллиарда тенге, не торопятся выполнять обязательства, выясняла Лейла Ауэзова. Комфорт им только снится. Вместо новоселья актюбинские дольщики скитаются по чужим углам и просят помощи. В элитные апартаменты они должны были заселиться еще в 2022-м. Но жилой комплекс, который изначально позиционировался как жилье премиум-класса, оказался проблемным долгостроем. Ничего не происходит, никакого движения нет. В прошлом году 4 человека ходил и ходил, но все лето ходило, толку никакого не произошло вообще. На наши конкретные вопросы, когда будет закончен, они сейчас отвечают. В прошлом году взяли разрешение ГАЗ до 2024 года, в декабре мы построим. Как видите, сегодня уже май, никаких работ не производится. Говорят, нет денег, чтобы закончить строительство. Но и мы в трудной ситуации. Жена беременная, скоро родит, а идти больше некуда. Свою квартиру продали, все деньги вложили в новостройку, хотели жить с комфортом. В строительство элитного комплекса в общей сложности дольщики вложили полтора миллиарда. Первый корпус все же достроили, и часть жильцов в него даже заехала. Но никаких документов с тех пор они так и не получили. В этом доме за моей спиной люди уже живут, потому что оказались в безвыходном положении. Им просто некуда идти. Хотя дома официально еще не сдали в эксплуатацию, у жильцов на руках нет ни техпаспорта, ни других документов. Как сообщили представители стройкомпании, акт ввода не зарегистрирован в уполномоченном органе. Процесс затянулся в связи с судебными тяжбами между застройщиком и подрядчиками. При этом сроки сдачи второго корпуса переносили трижды. Оказывается, по закону компания имеет на это право. В части того, что сейчас идет какое-то нецелевое использование денежных средств дольщиков, речи быть не может, потому что предоставлены все смертные документации по приходу, расходу денежных средств по строительству жилого комплекса «Хазна премиум» на сегодняшний день. Срок окончания строительства, согласно уведомлению полномоченного органа, у нас декабрь 2024 года. Но нужно учитывать, есть такое понятие, как форс-мажорные обстоятельства, подорожали строительные материалы и так далее. Между тем, 15 дольщиков уже написали заявление в полицию. Если там найдут доводы для возбуждения уголовного дела, то компания будет вынуждена опять приостановить работы. К слову, в Ак-Тубе насчитывается 11 проблемных долгостроев и по многим ЖК идут судебные разбирательства. Жильцы двух многоэтажек в Житсузском районе Алматы вынуждены по несколько дней обходиться без электричества. Газа в домах нет, из-за чего во время частых отключений люди не могут даже приготовить себе еду. А продукты из холодильника у них сразу попадают в мусорные контейнеры. По словам горожан, они не раз обращались в разные инстанции, но проблема так и не решилась. Почему людям приходится жить без света, узнавала Мадина Исюмбаева. Своё положение жильцы двух многоэтажных домов, а это более ста семей, называют невыносимым. По их словам, терпение лопнуло с последним отключением света. Несколько суток люди были вынуждены обходиться без электричества. У нас дом полностью на электричестве. У нас он не газифицирован. И, соответственно, мы без света вообще как без рук. Вообще абсолютно мы ничего не можем сделать, ничего. И все продукты в холодильнике, в морозильнике, соответственно, это всё моментом пропадает. На улице жара. У меня все продукты пропали. Куда мне жаловаться и кто мне будет это всё вынущать? Мы живём, грубо говоря, от зарплаты к зарплате. Соответственно, нам нужно как-то рассчитывать свой бюджет. Проблема с частым отключением света, говорят жильцы, началась три года назад. В основном она охватывает весенний и летний сезон, когда не получается сохранить продукты даже за окном. Систематично отключают свет. На трое суток. Было даже, что в районе 10 дней сидели. Хотя мы ежемесячно оплачиваем. Ни у кого в квитанции долгов нет. Постоянные аварии на линии. РОЭС-1, которая обслуживает нас, компания, они всегда говорят, что это не в их компетенции, что это на частной территории. Частных территорий постоянно на месте нет. Люди считают, что владелец трансформаторной подстанции, от которой к их домам подаётся электричество, не вкладывает деньги. А страдают из-за этого они. Сам собственник говорит, что передали ему эту подстанцию от автобазы в 90-е годы. А проблема, по его словам, в изношенной высоковольтной линии, которая идёт к подстанции. Мы два дня искали, нашли в двух местах эти порывы из-за того, что кабель был устаревший. Два порыва нашли. И вот в течение двух дней, днём и ночью, мы это занимались ремонтом. И ребята, благодаря этому, с отцом Сатуриков РЭС, они это самое всё нам сделали. И теперь таких проблем у нас будут большим, потому что кабелю уже 70 лет. И каждый весной он где-то прорывается. Единственное решение, по словам частника, менять всю устаревшую линию. Но на это нужны миллиардные расходы. Таких денег у владельца нет. Поэтому сейчас рассматривается вариант хотя бы переподключить жилые дома к другой подстанции. В местном Акимате жителям посоветовали написать заявление с просьбой о передаче их на другой источник питания. Мадина Исюмбаева, Ернат Булатбекула, телеканал Алматы. Свыше 120 жителей области Улытау стали жертвами мошенников с начала года. Чтобы выманить деньги у населения, аферисты используют самые изощрённые способы и уловки. Среди последних схем, которые начали использовать злоумышленники, помощь в получении льготного кредита на бизнес. Как не попасться в сети финансовых преступников и на что обращать внимание, чтобы не стать жертвой обмана? Смотрите в материале Рустама Аралбаева. Айалум Дулегенова стала жертвой мошенников. В прошлом году она доверилась мужчине, который, находясь в городе Уральск, пообещал ей помочь получить кредит под низкий процент для развития бизнеса. За эту услугу он попросил 3 миллиона тенге. Ну а получив деньги, скрылся. С тех пор уже прошло полтора года. Женщина обратилась к правоохранительным органам. Из-за некомпетентности специалистов мои документы неправильно были зарегистрированы. В мае снова написала заявление. Столько времени потеряла. Таких пострадавших, как я, 20 человек. Мы создали общий чат. Если посчитать все суммы, то они превысят 100 миллионов. Поэтому просим помощи у правоохранителей и прокуратуры. В городской прокуратуре Сатпаева подтвердили, что на основании заявлений пострадавших по данному факту заведено уголовное дело. По заявлению возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется досудебное расследование. По итогам будет принято процессуальное решение. Хочу напомнить людям. Если вы стали жертвой мошенников, сразу же обращайтесь в полицию либо прокуратуру города. Эксперты отмечают, вычислить мошенников непросто. Они зачастую находятся в другом городе либо стране. А потерпевшие поздно обращаются за помощью. Все это препятствует следствию. С начала года в области Улы-Тау зарегистрировано 126 случаев мошенничества. 56 из них в Сатпаеве. Стражи порядка просят жителей быть бдительными и не доверять незнакомцам, которые предлагают легкие деньги и сомнительные сделки. Рустам Аралбаев, Мадина Исюмбаева, Аутенгуль Тулегенова, Курмет Кожахметов, телеканал Алматы, области Лутал. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Смотрите, что вас ждет далее. ЕНТ стартовало в стране и продлится до 5 июля. Когда начнется тестирование для учеников из затопленных регионов? Ущерб от паводков в СКО составил порядка 70 миллиардов тенге. Как восстанавливаются регионы после большой воды? Вы смотрите новости. Продолжаем выпуск. Первая встреча секретарей Совета безопасности стран Центральной Азии прошла в Астане. Президент Касабжумар Тукаев призвал ее участников совместно противостоять внешним и внутренним вызовам и угрозам. Глава Казахстана заявил, что между нашими государствами нет и не должно быть проблем, которые нельзя было бы решить сообща. Также он выразил искреннюю благодарность за помощь и поддержку, оказанную братскими народами во время паводков в нашей стране. Президент уверен, что результаты сегодняшней встречи будут способствовать укреплению сотрудничества в сфере безопасности стран Центральной Азии. Отмечу, в мероприятии приняли участие секретарь Совбеза Казахстана Гизат Нурдаулетов, а также представители из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В Казахстане начался основной этап единого национального тестирования. ЕНТ продлится до 5 июля. В этом году абитуриенты могут сдать тестирование дважды и участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом. Тестирование для 11-классников в затопленных регионах начнется 25 мая. 112 тысяч абитуриентов, которые успешно сдадут экзамен, смогут обучаться бесплатно. Подробнее расскажет Диаз Махамбетов. Опубликован список образовательных грантов на новый учебный год для обучения в вузах. 19 тысяч выпускников школ, выбравших инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, смогут обучаться бесплатно. На педагогические науки выделено свыше 13 тысяч грантов. Информационно-коммуникационные технологии около 11 тысяч. Примечательно, что в 2024 году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение. Они выделены по таким государственным образовательным программам, как педагогические науки и социальные науки, журналистика и информация. Торжественное вручение аттестатов в этом году пройдет с 12 по 15 июня. В 9 школах Актюбинской, 3 школах Атраусской и 5 школах Североказахстанской области, где объявлена чрезвычайная ситуация, обучающиеся освобождаются от промежуточной и итоговой аттестации. Последний звонок в этом году прозвенит 25 мая для 186 тысяч выпускников казахстанских школ. Во всех учебных заведениях страны для учащихся с 1 по 10 классы пройдет единый классный час. Учителя совместно с учащимися проведут итоги прошедшего учебного года. 90% выпускников, вышедших на летние каникулы, пойдут в лагерь. Для проведения летнего отдыха подготовлена вся необходимая нормативно-правовая база. Совместно с акиматами формируются списки детей, которые будут обеспечены летним лагерем. Вводятся единые требования для лагерей. Ведется организация работы республиканских и местных масштабов. Представители министерства рассказали, что учеников отучают от сложившейся пагубной традиции, когда последний звонок праздновали в ресторанах, а на улицах городов появляются кортежи из машин. Учащиеся этого года проведут свои выпускные в школах, что избавит родителей от излишних финансовых трат. Инновационную программу дуального обучения запустили в Алматы. В рамках сотрудничества проект впервые реализовали 209-я школа-гимназия совместно с Казахско-Турецким гуманитарно-технологическим колледжем. Согласно нему, со следующего года студенты, начиная с первого курса, будут проходить практику в школе. Они смогут подкреплять теоретические знания и практиковать ценный опыт преподавания. Это даст возможность молодежи постепенно готовиться к профессиональной карьере, и после окончания обучения легко трудоустроиться уверенные инициаторы. Мы хотим, чтобы наши студенты получали и практические знания. Программа дуального обучения поможет молодежи быстрее социализироваться. Они увидят, как работают квалифицированные педагоги, будут вместе готовиться к урокам. 60% времени данный стажер, который обучается по педагогической специальности колледжа, будет проходить здесь стажировку под руководством учителя-мастера. А 40% времени он будет получать академические знания. А значит, данный специалист будет без отрыва от производства получать академические знания и применять их на практике. Стажер делится своими инновациями с учителем-мастером. Учитель-мастер передает свой опыт. Ущерб от паводков в Североказахстанской области составил порядка 70 миллиардов тенге. Об этом сообщили в областном Экимате. В регионе сейчас идет масштабная работа по ликвидации последствий подтоплений. Под водой остаются 60 домов. Осушением этих территорий занимаются специалисты. Как в регионе восстанавливаются после большой воды, расскажет Тургулялина. Только в микрорайоне Подгора большая вода настигла около 550 домов. До сих пор затопленными остаются порядка полутора десятков жилищ. Сейчас здесь ведутся работы по ликвидации последствий паводков. На местах работают сразу четыре профессиональные механические бригады. Бригады механизированы, заключили договора с ЖКХ города Петропавловск, вывозят мусор. Каждый район вывез приблизительно по 70-80 тонн мусора буквально за 4-5 дней, когда мы заключили договоры. И каждый день мы вывозим мусор. Ну и совместно с ЧАЭС город Петропавловск мы проводим откачку воды. То есть мы с придомовых территорий практически воду выкачали. А вот в поселке Кожевинный завод затопило больше 230 различных объектов. Стоит отмечить, что львиную долю пострадавших домов практически полностью осушили. К примеру, в доме местного жителя Андрея Андреева уже полным ходом идет ремонт. Затопило 12 апреля, съехались отсюда, снимаем квартиру. Получается, вернулись в дом недели три назад. Ну это буквально неделю назад мы вернулись в дом, начали производить демонтаж. 10 миллионов смета вышло. Я думаю, достаточно будет денег. Сейчас в поселке работают 15 механических бригад из нескольких районов области. Параллельно в зоне подтопления оценивают масштабы нанесенного ущерба. Ну а там, где все еще заметны следы наводения, специалисты круглосуточно откачивают оставшуюся воду. Мы в хорозаводе определили два участка сразу. То, что этот Рыжово разделяет на два участка. Приступили в первую очередь, где больше у нас частных жилых домов находится подтопленными. И поэтому здесь сосредоточили все технику и оборудование водооткачивающее. В течение трех дней мы полностью откачали. Как сообщили в областном Акимате, сумма ущерба, нанесенного паводками, составила порядка 70 миллиардов тенге. Больше всего, а это без малого, 95% поврежденных объектов приходится на Петропавловск и Казалжарский район, заключили чиновники. Согласно документам от трех предприятий. Казпи, Ким Вячеслав Константинович, затем Эдуард Викторович из Казахмыса и Казминерас направили в наш регион 55 миллиардов. Кроме этих 55 миллиардов, выделено еще 11 миллиардов из местного бюджета. Также у нас есть свои предприниматели. Они вложили 200 миллионов своих средств в общий фонд. Всего нам необходимо 71,2 миллиарда тенге. По последним данным, всего в регионе затопило почти 4000 домов. Под водой остаются чуть больше 60 различных объектов. В качестве компенсации пострадавшим уже начато строительство 200 домов. Возведение еще 300 планируют начать в ближайшее время. В Казахстане дети стали чаще болеть анемией, ОРВИ и различными хроническими заболеваниями. Проблемы детского здоровья обсудили ведущие врачи в Алматы. Зарубежные медики также поделились экспертным мнением и обсудили проблемы, связанные с укреплением здоровья и профилактикой социально значимых болезней у детей. К слову, мероприятие приурочили к 135-летию одного из лучших казахстанских врачей Санжара Аспендиарова. Это заболевание бронхолегочной дисплазии, которое у нас у недоношенных детей встречается, и они часто поступают к нам в отделение нашей пульмонологии. Такие заболевания, как анемия, которая у нас, можно сказать, зачастую выявляется чисто случайно. То, что я думаю, сегодня на конференции будет обсуждаться, будут делиться своими мнениями. И многие на проблемные вопросы получат ответы, внесет весомый вклад в педиатрию. На этом наш выпуск завершен. Я напомню, интересными новостями вы можете делиться по номерам, указанным на экране. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова